Ну привет! Вы на канале Гулягин и сегодня мы немножечко потрещим, практически не катаясь. Я бы даже сказал, совсем не катаясь. В последнее время очень жирно встал вопрос каких-либо GPS-велонавигаторов. И поэтому мы сегодня собрали в этом видосе Николая, Арсения, ну и чуть-чуть меня, совсем чуть-чуть, для того, чтобы не сравнить, не обозреть, не распаковать, не какие-либо другие популярные телодвижения произвести, а просто послушайте парней на тему того, почему они выбрали тот или иной велонавигатор, что их привлекло, за какие деньги и что, в смысле, за эти деньги они приобрели в этих велонавигаторах. Давайте слушаем. Первый Арсений будет. Здрасте! Итак, вопрос первый. Почему выбор пал на Ваху? Ответ будет долгим. В прошлом году я понял, что мне нужен велокомплюктер. Причем велокомплюктер мне нужен с навигацией. Ну, велокомпьютеров с навигацией довольно много. Самые известные марки это у нас Polar, Lezyne, Garmin и Ваху. Ну, Polar и Lezyne у них очень уж такая непонятная, скажем так, сфера применения, потому что вроде как они все-таки более про спорт, а про навигацию у них как-то не очень. Поэтому выбирать пришлось между Garmin 830 или 530, вот там выбор был такой, и Ваху. В Ваху опять-таки есть два варианта. Есть Element Bolt и Element Roam. Сразу скажу, я купил Element Roam, потому что болта просто не было в продаже. Но, кстати, не пожалел, потому что есть у него некоторые фичи, которые отсутствуют в болте, в более младшей версии. Итак, как я, собственно, выбирал? Я вышел с вопросом, как вообще сравнивается Ваху и Garmin среди пользователей велокомпьютеров в интернет, интернет, а конкретно Reddit и так далее. Мне рассказал следующие вещи, что Garmin, он на самом деле больше именно про спорт, а вот если хочешь, ну, как бы навигацию, то это лучше брать Ваху. Почему? Потому что у Ваху есть дисплей E-Ink, а не им косной, как у Garmin. Кроме того, Garmin слишком прям увешан всякими приколюхами для спорта, то есть его приложуха, она собирает кучу статистики. Очень полезно и очень важно, если ты занимаешься прям тренировками. Но в навигации у него, опять-таки, слишком перегруженная карта. У Ваху карта попроще, ну, в том смысле, что, например, на Garmin, на карте, видны все ближайшие шавермы, бургерные и так далее. Ваху этого нету. Ваху показывают только карту и маршрут. Очень, кстати, удобно. Это первый, значит, момент. Второй момент. Мне Ваху понравилась в своей стилистике. Вообще, что такое Ваху? Ваху это такая компания, которая раньше занималась производством велотренажеров. Ну, не велотренажеров, велостанков, вернее. И потом, в какой-то момент, они решили начать делать еще велокомпьютеры. Ну, вот в этом году они вообще запремьерили педали с мощимером. И вот именно Ваху Элемент стал первым их опытом в сфере такой велостатистики. Потому что потом они выпустили еще велочасы, вот сейчас они выпустили педали с мощимером. Ну, а это вот была такая первая ласточка. Вот чем отличаются ROM, который у меня, и Bolt? Bolt это черно-белая версия, ROM это версия цветная. Ну, сразу скажу, что цветная, она на самом деле не прям полноцветная. Там 4 или 6 цветов, я не помню точно, потому что это яинка, у него ограничения по цветам. Но, самые главные фичи, которые здесь есть, это автоперестройка маршрута, которой нет у Bolt. И, кроме того, в отличие от более младшей версии, здесь все можно сделать именно на самом компе. Потому что для пользования Bolt нужно включать приложуху. Приложуха у Ваху офигительная, она классная, все с ней здорово. Но, вот на болте нельзя, например, просто там взять и выбрать точку на карте на самом компе и построить маршрут к ней. Это надо открывать телефон, а не у всех есть смартфоны. Есть некоторые олдфаги, которые пользуются кнопочными телефонами, смартфонов у них нет. И, соответственно, пользование болтом, ну, вместо болта получается Bolt, если у вас нет телефона. На ROM немножко проще, хотя я все равно пользуюсь через приложение, потому что приложение реально прям классное. Ну, вот, собственно говоря, почему я выбрал Ваху, а не Garmin по пунктам. Во-первых, когда я покупал велокомпьютер, Garmin как раз стали дудосить русские хакеры в поддержку, так сказать, наших легкоатлетов. Они обрушили сервера Garmin, все сервисы Garmin сдохли. Там, по-моему, две недели люди не могли просто загрузить свои тренировки в Strava и так далее. Вот, Ваху такой проблемы лишен. Кроме того, приложение у Ваху мне понравилось гораздо больше по скриншотам. Garmin не пользовался, я, так сказать, только по ютубу, по интернетам смотрел. Но вот в личном, так сказать, пользовании приложение Ваху реально оказалось офигенным. Кроме того, меня плестило то, что все пишут, что навигация у Ваху лучше. Плюс у Ваху есть такая штука, они такие, немного прям панки раздолбаи. Например, своих пользователей называют Вахулиганы. Вот, и прям, когда ты покупаешь первый запуск, тебе говорят, welcome, Вахулиган. И я такой, типа, да, я хочу вот быть Вахулиганом. Ну, а по ценнику, вот, как бы, сейчас ценнику Ваху, конечно, совершенно дикий, потому что в России их официально не возили до вот этого года. В прошлом году я покупал вообще их там окольным путем. Ну, там два варианта. Можно было купить либо с доставкой из-за границы, но так как он стоит больше 200 евро, то пришлось бы платить на улог. Платить на улог я не хотел. И поэтому там варианты, как бы, идти на веломанию. И там люди в специальной теме продавали, видимо, какие-то там ввезенные чемоданами за не очень большой прайс. Там что-то вышло мне, в общем, он меньше 20 тысяч. Сейчас он стоит 30 с лишним. Ну, как бы, это, к сожалению, просто курс такой, потому что вот сейчас, ну, на самом деле, как бы, там и ценник, я понимаю, в евро подорожал, потому что я заходил на сайт Ваху, и там его... Их начали ввозить в Россию и начали тратить налог. Ну... Если его через еврик заказывать, он тут еще... Ну, нет, смотри, как бы, все это здорово. Вот Коля говорит, что стали драть налог с ввозом в официальном в Россию. На самом деле, нет, потому что вот если зайти на сайт Ваху, то стоит он там 349 евро. Это переводит, собственно, стоит те же самые 31 тысячи, которые он стоит сейчас на том же Озоне или там на Wildberries. Ну, я говорю, я покупал его левым путем, так сказать, серый, без налогов, без всего. Вот, он стоил гораздо дешевле. И тогда они с Гармином стоили одинаково. То есть, если бы покупал я сейчас, я бы брал Гармин, потому что Гармин сейчас дешевле, реально дешевле. Но, еще, кстати, самый главный момент я забыл. Чем прикольно дисплей Ying? Он вообще не бликует на солнце. Ну, то есть, это, условно говоря, экран, который используется в читалках. Вот у меня есть Amazon Kindle читалка. Вот то же самое, абсолютно точно такое же. Только здесь он еще более такой бодрый. То есть, например, на читалках он обновляется достаточно медленно. То есть, здесь он, как бы, если вот лазать по менюшкам, он очень быстро, как бы, переключается. То есть, вот, не как в читалках, там, еле-еле прогружается. И это один момент. А второй момент еще, он кнопочный. То есть, ну, как бы, конечно же, можно сказать, что есть Гармин 530, он тоже кнопочный. Да, но у него, соответственно, дисплей емкостной. То есть, его хуже видно при дожде, при бликах и так далее. 830-й Гармин, с которым вот я выбирал между ним и вахушкой, он, соответственно, сенсорный. Сенсорный экран, конечно, очень здорово, но попробуйте вот в перчатках зимой или там под дождем, попользуйтесь сенсорным экраном. Получается полная фигня. Так что, используем, как бы, вот то, что здесь клавиши, кнопки, это, на самом деле, как бы, не такой камбэк в пещеру. А это прям клевая штука. То есть, на самом деле, мне изначально был нужен именно кнопочный. Вот. Это вот такой долгий и пространный ответ, почему я выбрал Ваху. Ну, для начала вот я покажу интерфейс. Ну, это, собственно, главный экран. Вид главного экрана настраивается, опять-таки, через приложеньку. Там можно выбрать, какие данные показывать. То есть, например, как бы, там можно поставить данные температуры окружающей, потому что здесь еще встроенный есть альтиметр, то есть данные по высоте. Поэтому вот у меня здесь всегда показывается вот градиент подъема и максимальный подъем. Температуру не показываю, ну, не показываю, потому что, ну, нафига, как бы, я и так смотрю прогноз погоды. Здесь показ, соответственно, данные километра, ну, текущая скорость, пройденный километраж, часы, время поездки. Это сердечный монитор, который висит сейчас на мне. Да, опять-таки, у Vahoo есть, как и у Garmin, ну, как у всех, есть бандлы. Там есть датчик каденса, датчик оборота втулки. Ну, это для того, чтобы использовать в эндур-тренировках. То есть, там, если вы крутите станок, у вас, как бы, естественно, GPS не считывает, чтобы куда-то двигаетесь. Ему для запуска нужны обороты колеса. Вот для этого там есть датчик. И, соответственно, кардиомонитор. Ну, у меня кардиомонитор, датчик каденса. Это, хотя, да, вот, собственно, как раз здесь датчик каденса, но он сейчас ничего не показывает, потому что педали не крутятся. Вот. У меня они из Китайской Народной Республики, потому что родные Vahoo датчики стоят дофига, а китайские стоят в три раза дешевле. И они хорошие, собственно говоря, их все, по-моему, покупают, там, фирма Magin. И их под Garmin берут, и под все. Они и с телефоном нормально коннектятся, и с велокомпьютерами по NT+. Вот. Ну, здесь у меня потраченные калории. Он это, соответственно, высчитывает из моего сердцебиения и оборотов в педали. Ну, и там, максимальный километраж. Настроить можно там много разных показателей. Это вот главный экран. Далее. Второй экран. Тут, соответственно, карта высот как раз. Можно смотреть, чем удобно. Когда, например, ну, едешь куда-нибудь, и перед тобой горка, можно переключить на этот экран и посмотреть, насколько долгой будет эта горка. Потому что иногда прям горочки бывают такими, затяжными. Вот. Ну, и дальше, соответственно, это как раз менюшка навигатора. Ну, там, собственно, витка маршрута, так сказать, нитка наша. Вот. Ну, тут вот можно выбрать маршруты, которые загружены в сам навигатор. Загружаются они через приложение, и вот, собственно говоря, как раз переходим к киллер-фичам. Основная киллер-фича в Аху – это функция Take Me To. Функция Take Me To – это очень крутая штука. Ну, во-первых, да, как можно создавать маршруты в Аху. Можно, как я уже сказал, в принципе, пойти просто вот в карту, там, натыкать и выбрать точку. Ну, вернее, очень-очень долго отлистывать карту, найти там нужную себе точку, поставить туда галочку, и он проложит путь до нее. Но гораздо проще делать это либо через синхронизацию с маршрутами Страва или кому-то, либо через сами карты Ваху, которые там офигенные, и там офигенная прокладка маршрутов. Так вот, функция Take Me To. Вы в приложеньке, ну, в телефонной, выбираете нужную вам точку, и нажимаете, ну, вернее, сначала нажимаете кнопку Take Me To, выбираете нужную точку, и он строит маршрут. Скажу сразу, маршрут он строит не самый кратчайший, то есть это никому-то не страва, который маршрут строит как можно короче. У Ваху прикол другой. У Ваху прикол такой, что он строит маршрут для покататься. Ну, то есть, вот, например, мы сейчас ехали до Красного Села, мы лупили просто по шоссе вперед. Я, когда ехал вот в четверг с Сережей за бутылками, я ехал по маршруту, который я построил Ваху, и он меня вел всякими грунтовками, дачными участками. Вот, опять-таки, говорю, чем хороши карты Ваху, он показывает самые вообще неочевидные тропинки, но они всегда будут проезжабельные. Причем проезжабельные они будут, ну, в принципе, на любом велосипеде, то есть у меня гравийник со сликовыми шинами, я по маршруту, который мне показывает Ваху, проезжаю, ну, в 99% случаев. Даже нигде не приходится спешиваться. Хотя, казалось бы, он показывает какие-то совершенно дикие тропинки. Ну, причем, что интересно, работает это и как в самых глухих местах, там, в области, так и в городе. То есть, например, я помню, ездил в Пушкин, построил себе через Take Me Too маршрут, и он меня повел такими закоулками и дворами. То есть, я выезжал на проспект Большевиков по какой-то совершенно, вообще, я не знаю, маленькой, кошачьей буквально тропинке, но, тем не менее, она была абсолютно рабочая, абсолютно проходимая. Вот, вот это как бы главная киллер-фича. То есть, если вы хотите прям adventure, хотите покататься, вот функция Take Me Too для вас. Ну, плюс к тому, это вот мгновенная синхронизация, то есть, вы строите маршрут в Страве, строите маршрут в Камуте. У вас, ну, либо, там два варианта, либо в самой Страве, либо в Камуте вы нажимаете кнопку «Отправить в навигатор», либо просто сохраняете маршрут, у вас эти аккаунты синхронизированы с ВАХУ. Да, как бы, я не буду говорить, что ВАХУ синхронизируется там с разными приложениями, типа Камут, Эндамонда, Страва, Тренинг Пикс и так далее. Это как бы очевидно. Все навигаторы сейчас так делают. Вот, соответственно, у вас там синхронизирован ваш профиль на Камуте или на Страве, ну, просто там, где удобнее всего строить маршруты, он тут же подхватывает и мгновенно закидывает в телефон, ой, вернее, из телефона в навигатор. Вот, навигатор, он работает с Wi-Fi, то есть, вот у вас, если, там можно ввести несколько сетей домашних, то есть, вот у меня, например, введена Wi-Fi-сеть, которая у меня дома, Wi-Fi-сеть, которая на работе, то есть, я вообще не включаю телефон, то есть, я нажимаю, ну, как бы, запись маршрута, там, еду, приехал домой, он как только подключается к Wi-Fi, все, ваша тренировка тут же синхронизирована в Страве. Ну, и, собственно говоря, точно так же маршрут он подтягивает из приложений. Да, можно и через приложение загрузить сторонний GPX, ну, в общем говоря, то есть, по постройке маршрутов никаких проблем нет. Пользуйтесь любой вообще сторонней программой, которую он построит либо вот на веб-сайте, либо, которую он построит в TrackGPX, то есть, например, если пользуется где-то Maps.me, все это он живет совершенно спокойно. И да, в отличие, по-моему, от Garmin'а, у него нет ограничения на точки. То есть, у Garmin'а есть такой прикол, что у него ограничения на 10 тысяч точек в маршруте. У Vahua, по-моему, этого нет. Ну, по крайней мере, я ему скармливал маршруты Tour Unite, как бы, сегмента на 3,5 тысячи километров. Он очень спокойно их прожевал и даже мне, как бы, прогрузил и показал. Ну, единственное, только я по ним не поехал, но, тем не менее, у меня этот даже маршрут где-то сохранен. Он у меня уже год или даже больше года. Ну, вообще, не знаю, ни одного нарекания. Работает как часы, никаких проблем. У него заявлено, что он может работать при температуре от минус 20 до плюс 50. Он работал у меня при температуре. Вот какая самая низкая у нас была температура этой зимы? Там, по-моему, что-то в минус 30. Вот в минус 30 он работал. Причем, аккумулятор у него от этого, ну, вообще никак не страдал. То есть, у меня расход ровно был такой же зимой, как и в теплое время года. То есть, ну, там примерно у него, он пишет 17-18 часов автономной работы. Ну, то есть, это, как правило, два ходовых дня. Ну, вот как бы я на работу катаюсь, я его там на выходных зарядил. И дальше до субботы, собственно говоря, вообще не парюсь, не заряжаю, так и езжу. И там где-то у меня в субботу, как правило, где-то обостается обычно 40-50%. Вот что зимой, что летом, абсолютно так же остается. Мне очень нравится. Он, говорю, хороший, яркий. Вот E-Ink дисплей очень клево работает. Вообще нигде не бликует, ничего не отсвечивает. При дожде, при снеге, при всем, без всяких нареканий. То есть, идеальная штука. Ну, говорю, сейчас, да, из-за ценника, который очень сильно повысился, я бы, конечно, брал, наверное, Garmin. Ну, потому что я жадная сволочь. Но, когда я покупал, они стоили равноценно. Поэтому у меня вот выбор был на Ваху. Я ни разу еще не пожалел. Вот функция TechMetude реально очень крутая штука. То есть, да, статистики. Тут у них, конечно, в приложении тоже есть всякая статистика. Особенно, если вы обвешаны датчиками типа Cadence и так далее. Он вам там посчитает и калории, и пульсовые зоны, и там вот это все панно и так далее. У Garmin, я знаю это, да, у него больше. У них там есть какие-то еще сторонние приложения, там что-то про Klimp, что-то там еще. Ваху этого всего нет. Ну, вот по навигации и по вот именно такому приключенческой штуке. То есть, вот если вы хотите просто покататься, не знаете куда, выбираете любую точку, он вам построит, и вы точно проявите этот маршрут. Вот без вариантов. Ну, один раз, по-моему, меня завел в какой-то забор. Все остальное время, это реально даже самые неочевидные тропки, но всегда проезжаемые и проходимые. То есть, вот хотите развлечения, берите Ваху. Хотите спортивных какие-то достижений, берите Garmin. Гармин 535 Edge. Соответственно, мой выбор пал на него. Ну, как выбор? Это была веселая история. Когда мне под Новый год дали премию, я решил, что надо ее срочно потратить, иначе я ее потрачу куда-нибудь не туда, потому что жаба-то душила. Все это стоит немаленьких денег. Ну, так вот. Я долго в интернете не сидел, кучу этих отзывов на него не читал. Мне там хватило буквально нескольких видосов и пара статей, чтобы понять, что да, это именно то, что нужно. Ну, тут опять-таки все совпало. И ценовой сегмент, и, соответственно, функции. То есть, я себе покупал навигатор исключительно для того, чтобы заменить телефон. То есть, у меня зависел телефон на руле, я по нему смотрел маршрут. Вот он там у меня писал страву и вообще занимался всем-всем-всем. Ну, так вот, пришло время заменить его на что-то более компактное. И что важно, чтобы оно надежно сидело на руле. И телефон все-таки жалко. Вдруг чего? К тому же, если в путешествие куда поехал, у тебя телефон один. Не будешь с собой три смартфона таскать на всяк случай. Соответственно, Гармин может в карту, он может показывать маршрут. Вот карта у него цветная. У него, в отличие от вахушки, дисплей. Арсений, как умное слово? Лед. Он же им косной. Лед, говорит. Он же им косной. То есть, ну, обычный классический, господи, дисплей. С регулируемой яркостью и так далее. Там говорят, что с ним какие-то проблемы, он там бликует и все такое. Нифига. Ну, с другой стороны, я смотрю на него четко. Вот он у меня на руле висит, я на него смотрю с одной и той же стороны. Все нормально. И в очках, и без очков. Ночью яркость сам подстраивает. Ну, или можно самому тут отдельная кнопка, все это рядышком. Соответственно, карта, да, у него немножко перегруженная. То есть, в городе ты едешь, там прямо видно каждый Макдональдс, который у тебя на пути. Ну и плюс улицы и все такое. А в области здесь намного попроще с дорогами. Плюс он видит даже самые маленькие дорожки. Гармин это, наверное, все-таки больше спортивная тематика. Потому что у него навигация, она идет как именно... Не то чтобы побочной функции, но дополнительной. А у него очень-очень много разных экранов, которые настраиваются туда. Можно, чтобы у тебя выводил и каденс, и пульсометра, и высоту, и набор. Ну, в общем, там очень много вот этих вот экранчиков, которые можно самому настраивать. Плюс есть несколько вариантов экранов. Ну, ты как бы себе просеты свои настраиваешь, и вначале, перед запуском тренировки, ты просто выбираешь себе, какой просет тебе нужен. Ну, там, два просета можно сделать. Плюс тренировки на станке. Сразу изначально уже все это придумано. Чего делать не надо. Соответственно, коннектится 530 Edge исключительно к телефону. То есть, у него нет никакого Wi-Fi, он работает по Bluetooth. По Bluetooth он может к компьютеру, может к телефону. Основная фишка в телефоне, да. То есть, там очень умное приложение, которое собирает кучу статистики. Да, ну, по большому счету, там у нас Страва немного чем отличается. Ну, я сильно там не ковырял, мне оно не очень надо. Ну, маршруты, высоты, скорости, все то, что я вижу в Страве, он собирает внутри себя. При этом, Garmin как компьютер, на него ставятся мелкие приложульки, так называемые. Ну, получается, куда ты хочешь выгружать, с чем хочешь работать, то ты и включаешь. Допустим, допустим, я себе ставлю приложение Комут, Страва и Погода, да. И прям с компа могу посмотреть Погоду. Ну, вот, но для этого, кстати, чтобы он был к телефону подключен. А Страва сам выгружается, Комуте кнопка появляется, отправить на устройство. То есть, с самого Garmin'а нельзя выбрать дорогу. То есть, ну, вот как на Вахушке есть функция GoTo, здесь такой штуки нет. Здесь вообще, в принципе, очень сложно что-то натыкать. Тыкаешь в телефоне, нажимаешь, куда поехать, отправляешь на устройство, он поехал. Очень хорошо пользуют все форматы карт. Вот, ну, где не создашь, что не создашь, откуда-нибудь скачал, все это на Garmin'а отправил, он-то все схавал и все это показал. Длинные маршруты, да, он немножко долго прогружает. По поводу количества точек, ну, то, что там ограничение в 10 тысяч. Я слышал, что они это ограничение уже победили. По крайней мере, на более старших моделях-то точно. Но в 530-м я, если честно, не очень разбирался. Будем честно. Ну, можете погугнуть. Вот. Значит, управление кнопками, что важно, потому что старшие модели, они уже сенсорные, сенсор в дождь, это отвратительно. Поэтому все кнопками. Плюс сенсоры еще попадать надо, а здесь кнопки достаточно большие и достаточно сложно нажимаемые. То есть лишнее не нажмешь. Опять-таки в процессе можно все это делать. На момент покупки, это было у нас под Новый год. Ваху уже начали возить в Россию, и ценник на них скакнул просто немилосердно. Хотя Арсений утверждает, что это все от курса зависит. Ну, смысл в том, что Ваху стоило на 10 тысяч дороже. А здесь, по большому счету, все функции, которые мне нужны, ну, с учетом того, что я не очень угораю по спорту, и мне в основном нужна вот именно карта и сбор какой-то минимальной статистики. Ну, вот, плюс там высота и все такое. Ну, и плюс возможность поехать туда, куда надо, просто тупо потыкав это все в телефоне. То есть основной посыл был в чем? Что телефон лежит где-то в кармашке, ну, вот, если мне надо, я его достал, потыкал, но для этого я остановился и уже вдумчиво потыкал. Вот, а в дороге по пути я, Макс, соответственно, вижу все на Гармин. Цена была 21 тысяча. Ну, опять-таки, можно купить его с датчиками, будет цена другая. Значит, по покупке. Я его покупал в официальном магазине Гармин. Причем в официальном магазине Гармин, вот, он стоит дешевле, чем везде. По тому же Яндекс.Маркету получается, что официальный магазин Гармин дешевле всего. Ну, единственное, их по городу не так много, но ты на сайте покупаешь, тебе за два дня привозят его в магазин. Гарантии коробочки и все остальное. Значит, раньше был такой миф, что в Гармин надо самому закачивать карты. Вот здесь вот сразу штатно вся карта России загружена. Просто вся. Ну, она в двух частях, но в принципе. То есть ты включил, поехал. Какие-то европейские страны тебе надо. Это все тупо с сайта Гармина на русском скачивается. И ты их закачиваешь через компьютер сюда. То есть через приложение, получается, телефон, ты можешь работать с навигацией напрямую. А компьютер используется в основном для обновления, для закачки карт и вот этого всего. Я говорю, мне вообще ничего не потребовалось. То есть включил и поехал. Тут не очень интуитивное управление, будем честны. То есть надо поразбираться немножко. Плюс очень много вот этих вот настроек о том, что ты хочешь, чтобы тебе показывалось. Ну и тут надо действительно посидеть. Тем более управление четырьмя кнопками это сложно. Может я где-то что-то не додумал и все это можно попроще сделать. Но если делать через сам компьютер, это вот ты прям сидишь и немножко разбираешься. Либо можно забить, не париться и все и так поедет. Ну, Garmin, во-первых, меньше, чем Vahoo. Ну и все-таки их сравнивать не совсем корректно, потому что более старшие модели Garmin, они и побольше, и по функциональнее. Значит здесь у нас что есть. Основной экран, который можно настраивать 8 тысяч раз, что угодно туда вогнать. Очень сложные, долгие, мучительные настройки могут привести вас к желаемому. Ну просто там безумная вариативность. Это вот что касается того, что он на спор заточен. Дальше едем. Карта. Отклонение от кур. Видимо отключены от куриц, потому что он периодически об этом пишет, хотя мы вот на маршруте. Цветная, хорошая, масштаб, везде все видно. Это как карта высот. Соответственно тут тоже надо немножко подразбираться, потому что мне показывают высоту на весь маршрут. Точки. Ага, сейчас. Вот так вот сделать, да? Ни хрена эти не работают. Точки, которые Макс натыкал, пока собирал маршрут. Вот они здесь видно. То есть можно смотреть, когда какая точка. Ну все, я грузнулись к данному экранчику. То есть ничего там сверхординарного. Ну и при этом никакой перегруженности информации тоже нет. Вот эти все конкретно строчки настраиваются отдельно. Что хоть что, можно воткнуть там в вариации масса. Ну, немножко про особенности Гармина. Поскольку он блютушный, он может постоянно подключаться к телефону и при этом не особо жрать зарядку ни свою, ни телефонную. В принципе, он при постоянном подключении, ну километров двести, наверное, он держит зарядку. Так, в районе трехсот. Ну, плюс-минус. Так вот, при подключении к блютушу, он может работать как часы. То есть он принимает звонки, он принимает сообщения. То есть они прям на экранчике высвечиваются. Ну, единственное, там потыкать нельзя, чтобы ответить это все. Вахо, кстати, тоже это умеет. Ну, вернее, как? Когда он сообщение не показывает, он показывает, что тебе пришло сообщение, и он показывает, что тебе кто-то звонит. То есть отвечать все равно на телефоне придется. Но ты зато видишь это на экранчике. А тут, соответственно, прям текст. Ну, и плюс он собирает обердаху всяких сведений в реальном времени. И ты прям статистику можешь на нем самому смотреть. Ну, и плюс тут вот штатно встроена кнопочка круга. Если ты тренишь, катаешься, вот прям сразу можешь кнопочку круг нажать и смотреть. А Ваху тоже. Там подсказывают, что на Ваху тоже. Но я напомню, что Ваха на 10 тысяч дороже. То есть, короче, все то же самое, только дешево. И Wi-Fi нет. И мимо шавухи ведет. Ну, вот они тут обидели, что мимо шавухи ведет. Но я хочу заметить, что маршрут Макс составлял. А я скачал его файл. Я тебе показывал мой маршрут, он через шавух ушел. Ну, у тебя этот, как его, на айфоне маршрут. Понимаешь, что айфонный GPX это совсем не гарминский GPX. Ну да, ну да, пошел я нахрен. И айфон свой с собой забери. Ну, вот такие вот рассказы получились. Как бы выводов никаких не напрашиваем. Но тем не менее, напишите в комментарии, каким велонавигатором пользуетесь вы. Если, в принципе, каким-нибудь пользуетесь. Вот, например, у меня самый что ни на есть обычный просто компьютер, который показывает только скорость и московское время. И мне вот так за глаза хватает. А что касается велонавигации, я пользуюсь подглядыванием в телефон пока что. Мне вполне себе удобно такой метод навигации. А если что, у меня есть наушник в ухе, который мне будет через навигатор в телефоне, который в кармане, подсказывать, куда рулить. Ну, вот у меня такая пока что политика. Тратить приличные вполне себе деньги я не собираюсь на GPS-навигаторы. Я ограничусь пока что вот этим малышом Giant. Так что, напишите в комментарии, каким пользуетесь вы, если каким-то пользуетесь. Лайк, подписка, бубенцы. Всем спасибо, всем пока.